В 11 сезоне проекта Холостяк избранницей Михаила Заливака стала Аня Богдан. А вот Юле Зайке хоть и не удалось построить отношения с Холостяком, но зато она обрела народную любовь. Девушка рассказала, как она пережила отказ Михаила в финале шоу. Каждой девушке на моем месте было бы тяжело. Если дорогой тебе человек не испытывает к тебе тех чувств, на которые ты надеялась, это ранит. В тот момент мне казалось, что земля ушла из-под ног. Я пыталась держать слезы и уйти спокойно, без истерик и выяснений отношений. Поделилась Юля. Думаю, на проекте все заметили, что Холостяк много раз давал Юле еще один шанс. Именно поэтому многие девочки и бесились. Но Юля рассказала, что она не чувствовала преимущества. Я чувствовала взаимную симпатию со стороны Миши, поэтому и боролась до последнего. В отношениях присутствует двое людей. Всех остальных я в них не выпускала. Старалась не думать о них и не сравнивать. Но и, видимо, для того, чтобы дискредитировать серьезную соперницу, девушки начали распускать слухи об эскорте. По мнению Юли, это все произошло из-за ее наивности. Не стоило рассказывать конкуренткам о своих прошлых отношениях. Естественно, они в лучших традициях женской дружбы перекрутили все и преподнесли так, как им было выгодно. Иногда я доверяю людям больше, чем следует. Благодаря некоторым девушкам с проекта получилась игра «Испорченный телефон». Спасибо большое! И нервишки пощекотали и насмешили одновременно. Дорогие друзья, хочу порекомендовать вам магазин, где вы можете найти цветочные композиции на подарок или же выбрать интерьерную композицию для своего дома. Переходите по ссылочке в описании, а мы продолжаем. Большинство зрителей были довольны возвращением Юли. Однако были и те, кто считает, что не нужно проявлять инициативу и бегать за мужчиной. Юля же считает, что нет одного правила на все случаи жизни. Нужно действовать по обстоятельствам. Если человек очень дорог, зачем это скрывать? К тому же понятие самой инициативы у всех очень разное и размытое. Может, для кого-то первой посмотреть в глаза – это уже инициатива. Я живу по такому принципу, если я сейчас этого не сделаю, буду ли я потом об этом жалеть? Ну а больше информации о том, как сложилась личная жизнь Юли после проекта. И что же за колечко она носит, мы узнаем на пост-шоу. У меня на этом все. Услышимся! До встречи!